Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Народный артист России Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни, сообщили в Московском театре «Современник». Сегодня не стало нашего Валентина Ясифовича Гафта. Говорится на страницу театра в Facebook. Прощание с актером состоится во вторник, 15 декабря, в Театре «Современник» похоронит его на Тройкуровском кладбище в Москве. Супруга актера Ольга Остраумова уточнила, что причиной смерти стал перенесенный ранее инсульт. Актер и острослов. Актер родился в 1935 году в еврейской семье. С самого детства мальчик принимал участие во всевозможной творческой деятельности, а когда пришло время поступать в университет, он тайком подал документы сразу в два учебных заведения, и в Щуку, и в МХАТ. В первое учебное заведение Абитуриент Гафт, к сожалению, не поступил, а вот в школу-студию даже сдал экзамен на отлично. После окончания учебы актер начал свою работу в театре, со временем сменив театр имени Масовета на театр на Малой Бронной, а после на Ленком и, наконец, «Современник», в котором и трудился все последующие годы. Дебют Валентина Иосифовича в кино состоялся в 1956 году в картине «Убийство на улице Данте». Тогда актер сыграл эпизодическую роль убийцы по имени Руже. Образ злодея так прочно закрепился за Гафтом, что до сих пор его яркий актерский характер ассоциируется с отрицательным героем с нахмуренными бровями и хитрым прищуром. Одними из ярчайших работ Гафта в кино считаются роли Валентина Михайловича Сидорина, остроумного председателя правления гаражного кооператива в «Белом свитере» с воротом в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», а на театральной сцене он состоялся не только как талантливый актер, но и в качестве режиссера спектакля «Балалайкин» и «К». Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле «Пусть существует пространство», премьера которого состоялась в начале сезона 2017-18. Помимо театра и кино, Гафт широко известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с Гафтом некоторые даже не разговаривали по несколько лет. Эпиграмма должна быть острой, честной, но с сильным преувеличением какой-то черты человека. Причем она пишется только на талантливого человека. Неудачника грех высмеивать, считал артист. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал, и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok